Главное отличие упрощённого производства от искового является рассмотрение дел без вызова сторон в суд. Кроме того, срок рассмотрения дел сокращается не более двух месяцев. У городских судей по часам расписан весь день. То есть по часам в 10-1 дел, в 11-2, потом в 3-й. И отложить он может только через полтора месяца, к примеру. Вот из-за этого следующие полтора кто-то заболел или ещё что-то там затребовали, не предоставили доказательства. Вот оно идёт, идёт таким образом. И вот из-за того, что эти судебные заседания откладываются, таким образом длительно рассматриваются. Здесь же уже есть сроки, которые даны. В эти сроки должны предоставить доказательства, никаких судебных заседаний нет. Судья просто берёт, рассматривает и выносит решение. То есть должно быть всё очень быстро. Ну вот пока, да, и пока началось со 100 тысяч, в дальнейшем предполагается, что эта сумма будет увеличена. Согласно Гражданскопроцессуального кодекса России, рассмотрению в упрощённом порядке подлежат дела. Поисковым заявлениям о взыскании денежных средств или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 100 тысяч рублей. Поисковым заявлениям признание права собственности. Как правило, это долги по кредитам и коммунальным платежам, неуплата налогов, займов по распискам, дела по защите прав потребителей и возмещении какого-либо ущерба. Когда речь идёт о взыскании денежных средств, в эту сумму входит не только сумма основного долга, но и сумма начисленных на основной долг процентов, неустоек, пени. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства, вступит в законную силу по стечении 15 дней со дня его принятия. Введение упрощённого порядка гражданского судопроизводства серьёзно разгрузит судей. В начале августа всех судей Ерзинского, Тесхемского, Тандынского и Кызылского районных судов был проведён семинар по разъяснению постановления.